теперь я еще раз хочу вернуться к смуте и рассмотреть ее под другим углом чем то о чем мы говорили с вами в прошлый раз поскольку смута ну одно из самых важных событий нашей истории вот собственно два блока очень важны это от опричнины до смуты опричнины мы с вами подробно разбирали второй блок это от семнадцатого года 1900 до 39 ну и потом то что произошло уже в конце 20 начале 21 века и продолжается сейчас вот это такие узловые точки истории тем более что все эти точки перекликаются значит и хочу я сказать начать разговор о смуте вернуться к смуте с того праздника который у нас называется 4 ноября как называется этот день у нас день народного единства я вам уже говорил о том что праздник был введен чтобы отодвинуть 7 ноября 4 ноября это далеко не лучшая дата для демонстрации единства русских реальность была сложнее еще одна сложность реальности это когда нам говорят что была крестьянская война под руководством ивана болотникова дело в том что крестьянских воин в россии вообще не было у нас были казацко-крестьянские войны болотников степан разин был булавин кондратий булавин емельян пугачев это были казацко-крестьянские войны как только казаки бросали крестьян а казаки как правило бросали в какой-то момент крестьян тут же крестьян вырезали и все заканчивалось значит наши войны социальная борьба в россии это казацко крестьянские войны еще один момент еще один момент который обязательно нужно уточнить по поводу смуты эта интервенция во всех смутах которые были в нашей истории в 1 2 и в 3 3 которая началась в 80-е года со смертью брежнева имела место интервенция в первые в двух смутах это интервенция военная физическая в третьей смуте это интервенция финансово информационная и но вот в первой смуте есть один один нюанс дело в том что реальная интервенция все-таки началась 1609 году когда василий шуйский договорился со шведами что они помогут в борьбе против тушинского вора а это вот весь сброд который шведы набрали они отказались воевать потому что решили деньги получить сразу и по сути дела это полуинтервенция полу такой бандитский разбой значит то есть нужно помнить что интервентов привел василий шуйский вообще нужно сказать что роль предательства высшего сословия в первой смуте но также во второй и в третий крайне велика потому что владислава 2 притащила владиславу второму присягнули бояре-предатели и потом пожарский совершит грубую ошибку он решит что он с ними замириться и они поддержат его притязание на русский престол он объявит бояр предателей которые сидели с поляками в кремле он объявит их пленниками поляков что поляки их якобы взяли в плен это было абсолютно не так и пожарскому потом придется очень сильно раскаиваться потому что для предателей пожарский был укором их нечистой совести и он был это был прямой угрозой сейчас простил а завтра может быть вспомнит и поэтому когда рот романовых оказался на престоле рот романовых это тоже рот таких же предателей поскольку романовы присягнули владислава второму естественно пожарский оказался персоной нон-грата еще одна вещь по поводу смуты русская смута начала 17 века была интегральным элементом кризиса и общеевропейского точнее мирового кризиса 17 века и кризис этот закончился 30-летней войной которая по сути дела россию спасла поскольку после смуты россию можно было брать голыми руками но европейцы в европе начиналась 30-летняя война и россия получила 30 лет передышки о том насколько россия была в плохом состоянии свидетельствует следующее осенью 1617 года польский королевич владислав ваза тот самый который которому присягнула москва в августе 1610 года пошел отвоевывать у самозванца как он считал михаила московский престол и весной 1618 года он вышел к вязьме а главным его союзником были запорожские казаки во главе с гетманом сагайдачным и гетман сагайдачный решил выйти к москве пройдя по по тылам он обошел засечную черту и 7 июля вышел у города городу ливны который он захватил я при причем подчеркиваю армия у него была 20 тысячная у михаила такого количества людей не было плюс еще владислава войска значит дальше они берут елец берут ряжк и утыкаются в город михайлов и вот эта история показывает как вот некие случайности решают иногда историческую судьбу сагайдачный решил взять михайлов для него это был вопрос чести почему 1 1 атака на михайлов была отбита михайлов защищала 262 человека во главе с воеводой степаном ушаковым очень упертым мужиком который решил в принципе он мог бы сдать город и им бы сохранили жизнь но степан ушаков был мужик упертый и стоял в упор и отбивал атаки вот этой двадцатитысячного войска три раза сагайдачный пытался взять михайлов и три раза ничего не получалось потом тогда сагайдачный плюнул и пошел на москву но он потерял 10 дней он притопал в москву в октябре и 10 11 владислав и сагайдачный начали штурм москвы штурм был отбит а потом врезали холода в октябре и вот эти вот приди они на 10 дней раньше трудно было сказать как бы сложилась судьба москвы потому что у михаила романова войск с войсками было не очень хорошо да и предателей вокруг хватало тех кто хотел бы иметь владислава а не михаила но сильные холода заставили владислава уйти в троицкий сергиевский монастырь ну и был заключен диулинский мир о котором я вам говорил 1618 года на 4 точнее перемирие на 14 с половиной лет владислав не снял свои претензии на русский престол михаил дал большие отдал полякам большие территории за что вернули его отца филарета а сагайдачный вернулся в киев то есть вот эти 10 дней под городом михайлов где вот эти стояли 262 мужичка они решили они решили исход компании по-видимому спасли москву несопоставимое событие по значению это 1941 года у нас очень часто говорят о катастрофических поражениях красной армии да действительно были поражения но самое главное заключалось в том что концу августа гитлер не разбил советский союз а у гитлера на победу в войне было два месяца дальше он мог играть только на ничью то есть вот это сопротивление красной армии которую она оказала в первые два месяца войны она по сути дела лишила гитлера возможности победить советский союз дальше можно было играть только на ничью или или на проигрыш то есть некие ошибочные решения когда речь идет о нескольких днях кстати там тоже потом ударили мороза хотя конечно дело не в морозах а в героизме советской армии вот но вот и иногда бывает что 5 7 10 1 3 дня решают исход неких исторических событий вот смута один из примеров давайте теперь посмотрим сказать такой на чисто теоретически что такое смута характерные черты и вот я вам сейчас пять черт назову и давайте иметь ввиду не только смут начала 17 века сразу проецировать на начало 20 и на на события конца 20 века значит первая характеристика смуты давайте это запишем это утраца центральной властью или центроверхом монополии на властную субъектность субъектов властных появляется 234 и больше значит характеристика смуты утрата центральной властью монополии на властную субъектность в россии у нас всегда один субъект властный если два властных субъекта то это уже когда появляется двухголовый горбачев ельцин это уже перебор и действительно что такое смута василий шуйский против тушинского вора первое ополчение против второго ополчения временное правительство в начале 20 века против петросовета ельцин против горбачева ельцин против верховного совета в девяносто третьем году второй момент все смуты в россии начинаются сверху все смуты в россии начинаются сверху и постепенно опускаются вниз охватывая все общество то есть смуты развиваются по принципу нарушить полу как логика нарушение принципа не буди лихо пока она тихо то есть бояре в кавычках бояре 17 века бояре начала 20 века бояре в кавычках верхушка полагает что они решат свои проблемы например те люди которые устраивали февральский переворот семнадцатом году они полагали что они произведут дворцовый переворот обделывают свои делишки трепачи из думы будут опять заниматься своим краснобайством генералы будут генеральствовать а вышло по-другому всех генералов которые предали царя либо расстреляли красноармейца одного вообще разруби изрубили на куски сначала могилу себе вырвала потом он и куски порубили то есть смута идет сверху вниз третий момент для смут характерно переплетение классового и национального начинается игры на окраинах но вот скажем смута начала смута конца 20 века но она практически гражданской войны в россии не было за исключением вот ну событий 3 4 октября 93 года до на периферии было очень много чего кто мне напомнит какие конфликты у нас произошли на периферии то есть в республиках с 87 по 91 год где у нас были конфликты острые национальные карабах еще конфликт в оше в прибалтике конфликты народных фронтов и интерфронтов хотя в общем то это была такая социальная вещь но там был очень четко выраженный национальный момент русские против не русских значит переплетение классового и национального момента дальше в подготовке всех смут русской истории активную роль играет запад в начале 17 века это прежде всего ватикан и иезуиты речь посполитая но в начале двадцатого века в россии это великобритания которая активно устраивала февральский переворот соучаствовала по крайней мере в организации февральского переворота даже очень интересно есть параллель в январе семнадцатого года посол великобритании бьюкен он сказал николаю второму что он должен уйти николай второй чтобы вместо того чтобы вышвырнуть из страны он это проглотил и наконец третье последнее пятое русские смуты всегда были интегральным элементом евразийских или мировых кризисов то есть наши смуты нельзя рассматривать как только узко русское дело это всегда русская часть крупных кризисов в начале семнадцатого века это кризис длинного шестнадцатого века и более конкретно кризис семнадцатого века гражданская война в россии и обе русские революции начала двадцатого века это водораздельный кризис водораздельный кризис это период между 1870 1933 годами ну и наконец то что произошло у нас в девяносто первым девяносто третьим годах это часть мирового кризиса который начался на рубеже 70-80-х годов то что называется неолиберальная революция или контр революция это уже зависимости от точки от точки зрения что еще характерно проявилась вот уже в первую смуту хотя не столь сильно как начале двадцатого века и в конце но это уже было в конце шестнадцатого века в европе появляются два проекта разрушение россии и установление контроля над ней один проект был сформулирован священной римской империи это такой ватиканско-немецкий проект а второй проект был сформулирован в значительно более слабый на тот момент чем континентальная европа но поднимающийся англии проект этот назывался проект зеленой империи придумал его человек по имени джон ди джон ди был астролог математик и разведчик елизаветы первой подписывал он свои донесения ей агент 007 и вот этот человек выдвинул концепцию зеленой империи зеленая империя это англия которая контролирует северную америку и северную евразию то есть в конце шестнадцатого века прямо перед смутой возникают два западных проекта у установления контроля над россией в соответствии двумя ветками европейской верхушки одна это ватикан и итальяно-германская линия габсбурге а вторая это англосаксонская они так и будут существовать до упора существо существует и сейчас они отольются в двадцатом веке в проект ротшильдов рокфеллеров и вот так вот переплетаясь они и будут и будут существовать до упора но впервые они выскочили они не были реализованы в момент смуты хотя во время смуты конечно еще запад не набрал в россии такую мощь какую он набрал в начале двадцатого века когда практически значительная часть эстеблишмента самодержавной россии была пронизана прежде всего английской агентурой влияние ну и в меньшей степени немецкой но английская агентура влияние здесь чувствовал себя очень и очень хорошо что еще обязательно нужно на сказать по по смуте смута показала что верхние сословия россии это было в первый раз таком объеме это потом повторится несколько раз в верхнем сословии россии много предателей и по сути дела история смуты это постоянная история предательства сначала бояре предали годунова и пустили лжедмитрия потом они убили лжедмитрия предали лжедмитрия убили лжедмитрия потом они предали василия шуйского и посадили пытались посадить поляка на престол а потом команда предателей нашла сказать человека тоже замаранного а рот романовых был замаран и посадили его в качестве русско русского царя еще один урок смуты это ошибка пожарского предателей нельзя жалеть предатели надо ставить к стенке но пожарский по целому ряду причин он решил замириться с предателями и повторяю объявил их пленниками хотя все прекрасно знали что это не так но вот этот урок смуты не был выучен в нашей истории но хотя это не единственный урок смуты значит если говорить об уроках смуты и особенно смотреть сегодняшнего дня то первый урок смуты заключается в том что ослабление любое ослабление центральной власти в россии и и олигархизация ведет систему краху причем не только систему но и социальную систему в целом потому что имперскость в россии это не политическая характеристика как на западе они что значительно более серьезная я очень рекомендую прочесть книгу отца врангель я вам уже называл по моему ее от крепостного права до большевиков это одна из лучших книг россии старший врангель описывает петербург конца 90-х годов 19 века и говорит прямо об олигархизации власти то есть олигархизация власти в россии это воля данной системы смерти то есть любое ослабление центральной власти какой бы ни была эта власть ведет систему к краху вторая вещь крах системы власти а затем социальные системы россии активно используют а в значительной степени подготавливают и направляют определенные круги на западе третий момент выход из смут как правило происходит на основе национально религиозного единства но национально религиозного в семнадцатом веке в двадцатом веке больше на основании национального и большую роль во в выходе скажем из смуты начале семнадцатого века сыграла православие которая возникла ситуация когда сидят католики в кремле поляки а здесь русские православные то есть православие стало вот знаменем выхода из кризиса следовательно из кризиса можно выйти только на основе идеологии или религии то есть некой системы идей неважно какой но без идеи без идеологии из кризиса выйти невозможно потому что выход из кризиса предполагает образ будущего и стратегию его достижения если у тебя нет идеологии собирай фантики ты никуда не выйдешь у тебя нет образа будущего а у твоего противника этот образ есть и в этом образе место для тебя как правило нет это важный урок смуты без идеологии нет игры 4 один из важнейших уроков смуты связанный с диалектикой национального и классового заключается в необходимости предварительной изоляции пятой колонны то что годунов так мягко относился к своим оппонентам привело к той ситуации которая закончилась его смертью смертью сына смертью династии и началом началом смуты то же самое произошло с николаем вторым который знал о существовании заговора о ему у него была масса информации по предательству генералов но он причем не обязательно людей к стенке к стенке ставить когда говорю ставить к стенке это не только не столько в прямом смысле хотя иногда это нужно бывает и в прямом смысле сделать но речь идет об элементарной вещи политика правовое подавление отстранение от власти отсечения от финансовых потоков отсечения информация от информационных потоков разумеете если это не полагает тогда не не помогает тогда нужно отсечение от жизни но как правило хватает вполне хватает этого то есть работа очень четкая работа с антигосударственными элементами и наконец пятая нужно помнить что из смут общество выходит за счет кого-то то есть обязательно мы хотим выйти из смуты но кто-то обязательно выиграет а кто-то проиграет и если посмотреть на смуту начала 17 века то проиграли низы выиграла середина общества то есть среднее дворянство среднее купечество старомосковское то есть незнатное боярство самый верх боярство которое затеяло смуту большая часть его соскочила и 17 век стал упадком боярство низы проиграли они пошли под крепостное право в этом отношении кстати вот если говорить о смуте начала 20 века о революции 17 года какие слои выиграли средние или нижние нижние выиграли а в смуте конца двадцатого века какие слои выиграли нет не верхние верхние слетели у нас все и низы проиграли выиграла выиграла средняя номенклатура то есть часть среднего класса часть среднего класса пустили под нож а средне верхняя часть выиграла то есть выиграла та часть номенклат не верхняя номенклатура часть спецслужб и теневые дельцы которые были с ними связаны то есть в этом отношении смута конца двадцатого века отчасти напоминает смуту начала 17 века и резко отличается по своим итогам от смуты начала 20 20 века конечно это средний уровень обком это средний уровень конечно а что же это верхушка верхушка это члены члены политбюро вот так что кроме того не все не все секретари обкомов выиграли и была еще одна вещь в 80-е годы уже возникла ситуация когда на местах представители министерств и ведомств оказались сильнее обкомовских людей потому что при приток средств зависел от министерств то есть выиграли выиграли как раз средний средняя часть средняя верхняя часть вот разумеется эта схема эта схема так же как и по первым 2 3 смутам и реальность была значительно сложнее потому что есть клановые связи есть личные связи и люди решали свои проблемы по-разному но если смотреть социальную логику то вот она была так как так как мы об этом говорим я очень рекомендую просто посмотрите по смуте на посмотри а смуте есть масса интересных книг это просто очень интересное время и очень многие книги можно читать просто как роман приключенческий исторический роман у нас просто такой традиции нет у нас не было своих дюма у нас был загозкин который написал юрия милославского но там нет внимания к деталям как это было скажем у того же дюма который мог передвинуть годы но никогда не врал не врал деталях я очень рекомендую просто почитать по истории смуты книги сейчас ну например жизель была вышла книга очень неплохая герои смутного времени и